Книга открытого оком 2 том вопрос 632 тема крещением. Было ли повеление Иоанну крестителю крестить водой? Ведь до этого времени было обрезание. И вообще откуда этот обычай или повеление погружать в воду? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Отвечает своих родственников, живущих в других районах при самом примитивном транспорте. Иоанн Креститель и Христос были очень близкие родственники. Иоанн был старше Иисуса всего лишь на полгода. Мы не можем не верить Иоанну, который говорит, что он не знал Христа, что даже встретившись с ним, его не узнал бы, что Иоанну для этого нужен был особый знак от Бога, что это именно Иисус, грядущий Мессия. Никаких подозрений не может быть на то, что дальнейшее отношение Иоанна ко Христу связано с родственными и дружескими отношениями. Все свое служение Иоанн строил на том, что внушил ему пославший его. Значит, и крещение погружением было откровением свыше. Для иудеев не было ничего нового в крещении, так как вся книга Левит подтверждала возможность очищения через омовение. Сама по себе вода является чудом творения Божия, имея и это удивительное качество – очищать, омывать, придавать свежесть, новизну. После дождя вся природа, омытая каплями, как бы заново она рождается. Это же было и с приносимыми жертвами овцами, которых предварительно прогоняли через купальню. В духовном смысле водное очищение ничего не дает, ибо душа незримо омывается кровью Иисуса Христа. Иоанн 1,7 Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Но так как душа крепко связана с телом, и наказывая тело мы врачуем душу, то и в очистительном действии воды на тело более злимо, представляется очищение души от грехов. Деяние 22,16 Нельзя буквально понимать эти слова, иначе воду после крещения придется считать не освященной, а загрязненной грехами, и выливать бы ее пришлось в самое попираемое место.